Ну это ж Финчер, вы чего? Что это за киллерская этика? Он, несмотря на слово пацана, видимо, такие же профессиональные, как и Фассбендер, получает знатных люлей, по всему виной талант. Привет! Часто ли вы получаете наглядные доказательства таланта? Смотришь на что-то очень простое и понимаешь, что если бы не таланта автора, то ловить здесь было бы совсем нечего. Дэвид Финчер снял криминальную драму «Убийца» с Майкл Фассбендер. И сейчас я ее буду ругать. Убийца. Меня зовут Андрей Цветков, не забудьте подписаться, поставить лайк, а то что смотреть в холостую? Если хочешь преуспеть. Итак, фильм «Убийца» рассказывает о безупречном киллере с огромным самомнением. Он думает и мысли эти нам транслирует, применяя старый добрый закадровый голос, что он безупречный, идеальный, уравновешенный, трезво мыслящий и еще куча разных эпитетов. Иными словами, перед нами очередной псих с завышенной самооценкой. Черт! Как и полагается такому специалисту, первый же выстрел, который нам показывают, знатно обставленный, что и говорить. Он производит не в намеченную жертву, а в случайную даму. Допустим, это случайность. Честно говоря, я, глядя на экран, предполагал, что так и может случиться. Почему об этом не подумал супер-пупер-профессиональный киллер? Загадка. Далее он сбегает с места преступления и избавляется от улик. Последним он избавляется от пистолета прямо у входа в аэропорт. Дело, я думаю, в том, что аэропорты снабжены большим количеством видеокамер. И продюсеры, таким образом, решили сэкономить на материально-технических средствах. Иначе чем объяснить то, что убийца сбрасывает пистолет в урну прямо под видеокамерой? Ловкий трюк, я считаю. Ловкий трюк. Никому не доверяй. Далее Фассбендер чешет домой, и там его ждет неприятная новость. Его невесту чуть не покалечили профессиональные убийцы. Видимо, такие же профессиональные, как и Фассбендер. Она пырнула мужчину, убежала через окно, пряталась в джунглях. Какой же драматический ход придумает великий режиссер? Они заряжают пушку. Зачем? А, они будут стрелять! Да, невероятный поворот ожидает тебя, мой дорогой зритель. Прости за спойлер. Фассбендер решил отомстить. Как странно. Свидетель за свидетельством лишь один из нападавших огромный Громила с навыками рукопашного боя. С чего начнем, подумал Фассбендер и поперся к нему домой. Конечно, дорогой зритель, ты спросишь, почему бы не прихлопнуть Громилу издалека с помощью, например, снайперской винтовки, которой, как нам показали в первой сцене, Фассбендер владеет довольно сносно. Хотя он думает, что в совершенстве. Отвечу, потому что нельзя оставлять фильм без реального Чукалова. А если устраивать Чукалова, то не Стильды же, прости господи, Суинтон. Боже. Это же скучно. Поэтому очень умный и очень осторожный, и, конечно, самый предусмотрительный киллер, получает знатных люлей, видимо, предусмотренных его суперсовершенным планом, от здоровяка с рукопашным боем. Честно говоря, бой этот, по всем внешним признакам, должен был закончиться смертью героя и посмертными титрами. Он не смотрел слова пацана и не извлек морали из занятий криминальным бизнесом. Но Фассбендер, скользкий тип во всех смыслах, выкручивается. Следующая жертва Тильда, ну то есть ее героиня. Она зачем-то живет в обычном спальном районе, и нам об этом зачем-то сообщают. Человек, практикующий наше ремесло, поселился в спальном районе. Необычный выбор. Не разъяснив до конца фильма все эти зачем-тости. Тильда ест в ресторане. Известно, что лучшее место для убийства человека, после аэропорта, разумеется, это ресторан. Наш супер продуманный киллер идет туда, садится напротив Тильды и тычет в нее пистолетом под столом. Видимо, еще не до конца отпустили съемки у Тарантино в бесславных ублюдках. Мой пистолет нацелен на ваши яйца с тех пор, как вы сели. Все делают вид, что это он очень круто придумал, и Тильде не выбраться. Видимо, я самый тупой кинозритель, я хотел бы разъяснений. Почему Тильда не сопротивляется или не пытается спастись? Как он собирается уйти из ресторана, если начнет стрелять? В чем его супер коварный план? Почему Тильда поднимает лапки кверху и идет с ним в тихое укромное место? Еще и помогает выбрать место для казни поудобному. Решать не мне, конечно, но может ниже по реке? Что это за киллерская этика? Кодекс пиратский, наши законы писаны для нас. Ну, я, конечно, не киллер. Далее Фассбендер придется искать заказчика, супер богатого, супер охраняемого. Естественно, пробирается к нему и выясняет, что убивать его не за что. У меня нет опыта в подобных делах. Ну, человек насмотрелся боевиков, ведет себя как в боевике. Фассбендер проникается и оставляет миллиардеру жизнь. Далее он наслаждается жизнью на берегу чего-то приятного, плещущегося и осеняемого лучами ласкового солнца. А вера в судьбу – это плацебо. Знаете, почему я заговорил про талант в самом начале? Дело в том, что весь фильм построен на минимуме художественных приемов. Фассбендер играет скупованные эмоции мачо. Все его действия сопровождаются чеканными формулировками, озвучивающими мысли Фассбендера. Мысль его никогда не сбивается на чеканное, как профиль Суворова. Не того Суворова и слова пацана настоящего. Хотя... Завидую таким людям. Моя мысль скачет, как бешеная блоха на псарне, туда-сюда, туда-сюда. Слава богу, хоть у кого-то мысль стройна и чеканна. Под такую четкую стройную мысль Фассбендер ходит почти строевым шагом. Тильда играет на минималках. В общем, черт знает как и за счет чего, но фильм смотреть интересно. Атмосфера создана прекрасно. Тупость на тупости, а хорошо. Вот я и думаю, всему виной талант. Черт его знает, как это у них выходит. Честно говоря, из Фассбендера так себе убийца. Судите сами. Из пяти операций в фильме только одна выглядит более-менее жизненно. Все остальные тупость и провал. Мне на все насрать. А все равно хорошо. Загадка. В общем, как говорят про талантливых актеров, что они и меню могут сыграть прекрасно. Тоже можно сказать и о Финчере. Он отлично снял записки какого-то школьника. В общем, смотреть обязательно смотреть. Ну это ж Финчер, вы чего? Бустите лего в соцсети, лайк, репост. Ну что я вам объясняю, маленькие вы что ли? Пока. Субтитры создавал DimaTorzok